Вот это чашевидная форма. У нас уже время истекло, пошло последние минуты. Вот. Никогда так не делайте. Никогда. А это то любимое занятие этих самых. Поливкина этих самых. Вы как они любят это учитель. Вы как любят. Посмотрите. Вот это груша, да? Груша. Обратите внимание. Здесь начались сильные-сильные повреждения. Это моя груша. Это южный сорт. Вот. Самый южный. Она в таком виде почти существовать в Сибири не может. Почти. А попытки? Попытки вот взять вот эту ветку и перенести на следующие поколения. Градус прибавится, гарантирую. Еще одну поколения. Еще градус. Но процесс пошел. Но самое главное, почему я не стесняюсь, что у меня гибнет. Пол дерева уже, посчитайте, погибло. Видите, кругом эти пенечки. Пол дерева уже погибло. Что дальше? А дальше это святое, что я вот эту нижнюю часть не трогал. Посадил на холм. Здесь все сухо. Так. Почему здесь получилось, что дожделили и все это сгнивало? Объясняю. Один из недостатков привитых деревьев. Это привитое дерево. Привитое. Вот. Один из недостатков – это учеба. Это как раз для студентов. Может быть, старшеклассников. Чтобы мы уже знали. Дерево из семечки. Оно имеет форму более-менее стандартную, под которую еще подходит. Помните, там 9 винометок лишних надо отрезать. На нем тоже. На дереве из косточки и семечка все равно. Там штамп обязателен. Обязательно. Генетически мы положим штамп, чтобы он вылез из травы. Вы помните, я рассказывал. Многомиллионное время нахождения в траве. Низкое дает низкий штамп. Высокое дает высокий штамп. Это железо. Это мои постулаты. Но штамп в любом случае есть. Потом идет крона. И в одних деревьях этой роли не играет раскидистая яблоня, слива. У других играет огромную роль эта груша. Ветки практически вертикальны. Они защищают. Они дают крону. Листья огромное количество. Которые не дают в воде стекать по штампу. Это, допустим, у меня у суриска груша. Никаких седов повреждений. Ну, из косточек. У меня две таких огромных дерева. А привитое дерево, оно не может сохранить эту форму и защититься от дождя. Ну, я особо не старался делать эту форму. Я бы мог оставить одну ветку вертикальную. Остальные по самой молодости. Это дерево уже несколько лет живет. А по самой молодости оставить одну ветку вертикальную. То есть центральный проводник. И он бы, может быть, и сохранился. Ну, пошло тремя и пошло. Сколько проживет, столько проживет. Вот. Понимаете? Я же не могу институты все заменить один. И вот она была, а пусть она может. И вот здесь-то произошло то самое гниение штампа. Именно потому, что оно не полностью защищено от дождя. И плевать ему, что где-то там в кроне солнца не хватает. Ей нужно защитить от дождя груши. И тогда бы вот этого не было. Ну, и само собой мороз куда деться. Я же говорю, это груши на испытании. Но самое главное, обратите внимание, где она целенькая. Вот здесь она целенькая. Потому, что если бы я был бы идиотом, то я бы взял бы, отрезал бы, еще раз. Это по железу. А это я был бы идиотом, если бы я сделал вот это вот. Вот. Вот они слепые ведут слепых. Даже не задумываясь. Даже не задумываясь. Представляете, ребята? Вот это все. Даже не задумываясь, что творят. Вот она тебе. Рязвенька научила. И женщину, которая обратилась за помощью, было сказано. Отрезать эту. Эту, эту, эту. Изувечить. Вот. Даже не понимая, что творят. Привитое дерево. И оно уже погибает. Вы понимаете? Вы видите, вот там уже отрезан. Ветка была. Уже часть. Это дерево после той обрезки, идиотской. Я так ее называю. Это идиотская обрезка. Я хочу, чтобы те, кто в голове уложил. Все вот эти искусственные штамбы, чтобы повторить тот штамб, который усеется. Это привитая ветка. Она была когда-то. Вот дерево. На нем сотни, могут быть, этих. Десятки веток. Сотни, тысячи почек. И одна боковая почка, которой суждено бы просто развиться полуметровую за 10 лет. Даже метровую за 10 лет. Покрыться плодами. Просто вот такая веточка. Ее взяли насильно. А подвой он дает такой мощный рост. Это же подвой. Ладно, вот это ладно. Там бог его знает, откуда оно взялось. Ее уже жить осталось недолго, да? Недолго. А вот эта моя. Поняли? Я еще не все сказал. А вот эта моя. Вот. Еще поживет. Сейчас я снова покажу. А вот эта моя. Еще поживет. Потому что у нее здесь еще много чего выжило. И самое главное. Что идиотской обрезки, чтобы все вот эти ветки резать, 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 резать. Вот до такой высоты никому в голову не придет. Ох. Высказался. Я все время стараюсь для молодых говорить. Песоцкий. Извини, брат. И этот. Арсен, извини. Вот. И Макаров, извини. Как вам надоело это слушать. И этот самый. Михаил Свинин, вы уже можете сами лекции читать. Вы уж не обижаете, что опять повторят. Но я каждый раз новую фотографию. Но я каждый раз новую фотографию. Заметили? Ладно. Я могу кому-то пообещать ответить на этим самым. Здесь и не рассчитать. И не рассчитать. И я опять до этого места не дохожу. Господи, единственная эта спиратка в стране, которая в настоящий сад не просто сидит в нем, влюбуется или облющает. На пару садили. Поверите? Ну, еще два слова. И тогда дальше не буду листать. Вот. И я уже знаю. Ей. Она может. Она руководитель клуба садоводов. Но это для обывателей. Там она чего угодно будет говорить. И про вот эту форму. Низкую. Как я называю? Низко-штабовую. И про то, что это на крутом склоне. Скажем. Ну, пусть она попробует там. Где-нибудь в Москве. Все, о чем я сейчас говорил, сказать. Вылетит оттуда, как пробка с под шампанского. Чужой монастырь. Со своим уставом не ходят или он сам. Вот. Пока наши не придут, тебе туда хода нет. Я имею в виду в качестве ведущей. Я так мечтаю, что ты расскажешь всей стране. Вот. И страшно, если этого не случится. Вот так вот. Ну что, на этом я закончил. Сегодня там пришли интересные письма. Но я не могу показать вам. Еще можно было бы чуть-чуть поговорить. Но там есть письмо о том, что человек со мной... Вот тут в углу мелькнуло. Человек со мной согласен именно в вопросах мироздания. Вы понимаете? Мироздание. Это целый мир особый, где ты чувствуешь себя, если не творцом, то чувствуешь себя учеником Бога. Ведь все раскрыто. Все раскрыто. Пожалуйста. Вот. Мое поколение. Вот и следующее поколение. Савинич, который я называю дочкой. Вот. Мироздание. Это так интересно. Это все не было у этого. У человека нет души. Сделали вывод, когда... Ученые 19 века. Как они радовались. Чему радовались? А? Когда Сечинам доказал якобы, что человека нет души. Все на рефлексах. Вот. Как радовались этому самому. Ой, да мы потомки обезья. Вы представляете? Чтобы вот это... Бегали с хвостами. Сорок, за шестьдесят тысяч лет. Исчезли хвосты. Вы представляете? Вы представляете? Вы этой красавицы. Ну, как вы могли? Как? Вы вдумайтесь сами. Ну, ведь генетики... Называют себя генетиками, да? Генетиками. Когда Чарльз Даррен на это... Свои эти происхождения видов. Опубликовал свой материал. Запомнили. Ну, дураков везде хватает. Только одно. Что человек произошел забезьянный. А спросить, как может... Не за сотни миллионов лет. А как может быть за это? Вы знаете, что такое сорок тысяч лет? Это две тысячи поколений. Где хвост, Елена Александровна? Ну, как не показать красивую девушку, чтобы люди поняли, что не было у тебя обезьянных предков. Не было. Поэтому ты умница. Все, друзья. Я постарался впервые. А то все грустно. Все одно это. Кругом смертельная технология. Я постарался хотя бы под конец... Ну, свести хотя бы к этому. Ну, еще два слова. Когда публиковано было происхождение вида, издеваясь над Псердарином, его оппоненты говорили, а давайте у каждого хвосты отрезать. Вот родились коты, бах, хвост отрезали. Второе поколение, эти дали, без хвосты, с отрубленным хвостом коты. Это самое. Потом что? Давай у потомства хвосты отрубить. И потом будем все здесь сидеть, на каком этапе, через 10 поколений, через 100. Ну, через тысячу поколений, это надо несколько поколений ученых, чтобы прожило, увидеть, что хвост стал короче. Вот это козырь, да? Я представил себе, что кто-то, как цивилизованный какой-то, это начал превращать из обезьянных человека. И начал отрубать хвост, потому что сам он отпасть не может, просто так. Хвост у собаки, знаете, для чего? Балочировка, иначе она не сможет бегать. Это культурная собака, ей бегать некуда, может и без хвоста. А в дикой природе собака без хвоста не выживет, она умрет. Вот, а вот это все, глупость перемешанная с это самое, с какой-то, с идиотизмом. Вот такой набор слов. Ну что, заканчиваем разговор. Давайте поехали теперь на второй этап. Это называется уже общение с вами. Вот это вот, видите, гибель штабов, это мы в другой раз поговорим. Такие письма для меня величайшие цены, друзья. Потом скопирую, потом будем общаться. Так, теперь мы должны попасть вот сюда, потому что я не знаю, как по-другому. Я не знаю, свежие письма, как по-другому. Ну-ка, 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 кем это та же, узнать о каталоге черенков яблок. А, отвечаю, он может быть сейчас, это же свежие письма, он вряд ли видит имена. Так, но сразу говорю, каталог на весну 2021 года их уже не будет. Яблони, груши, меньше всего. Сергей черенки режет, прекратил. Сколько надо, нарежу. Остальное мое. Но это где-то по за углам. Где-то тут два черенка. Где-то тут срежу четыре, но покороче. Буду два высылать вместо одного. Вот, продержусь еще, наверное, месяц. И черенки явно груши закончатся. Вот. Каталог сейчас боюсь высылать. В последнем году высылал. Пока не нарежу. Что-то мне, Сергей, оставил. Больше ничего. Вот такой ответ Андрею. И вам. Теперь. Ну, не, ну, ближайшие-то, кто, 5-10 человек окажутся в доле. Привище будет коллекция. Яблони, груши. Я говорю про тех, кто после Нового года. Зачет меня долги. Привище будет коллекция. Перед 제가 коллекция. Через десятилетия. За их рузов boost Va Antина. Я по-реди.